На фестивале «Чёртова дюжина» лидер группы «Алиса» Константин Кинчев посвятил участникам дела сети одну из своих песен. Это случилось через несколько дней после вынесения им приговора. По всей стране художники, учителя, студенты, режиссеры, аниматоры, ученые, правозащитники, продавцы книг и пластинок подписывают открытые письма, выходят на одиночные пикеты и закрывают на день свои магазины. Таким образом, все они выступают в поддержку семерых осужденных анархистов и антифашистов из организации «Сеть». Потому что я продаю книги детям, потому что я рассказываю детям о том, какой мир должен быть справедливый и гуманный, о том, что нет высшей ценности, чем ценность человеческой жизни. И параллельно с этим я становлюсь свидетелем того, что произошло в Пензе неделю назад. Как я мог не уйти? И как я мог не присоединиться? У нас много фабрикуются дел. Очень многие дела просто сфабрикованы, это очевидно. Но это такое сочетание одновременно беспардонной сфабрикованности и совершенно каких-то сталинских сроков. С свободу! С свободу! ФСБ России признала сеть террористическим сообществом, а суд в Пензе приговорил всех семерых ее участников к длительным срокам от 6 до 18 лет тюрьмы. Столь суровое обвинение основывается на крайне сомнительных доказательствах, заявляют те, кто выступает в защиту сети. Осужденные по этому делу рассказывали, что давали показания под пытками. Мы не можем остаться равнодушными к тому, что молодые люди наказаны за преступления, которые они не совершали, пишут российские режиссеры и аниматоры. Их открытое письмо опубликовано в Фейсбуке. Там больше 120 подписей. В 21 веке нельзя совершать такие преступления, которые совершает сейчас ФСБ. Правильнее было бы назвать ее Федеральной службой беспредела, потому что дело сети – один из тех примеров, когда спецслужбы пытают людей просто, чтобы набить палки, либо пополнить свою статистику. Одиночные пикеты в поддержку осужденных проходили в Москве у здания ФСБ на Лубянке, в Пензе, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге и других городах России. «Мы все в сети» – один из лозунгов акций протеста. Самому молодому из семерых обвиняемых Илье Шакурскому 23 года, студент педагогического университета в Пензе, в свободное время организовывал ярмарки по бесплатному обмену вещами, играл в страйкбол, устраивал экологические акции и был известным в городе антифашистом. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Шакурского обвинили в создании террористического сообщества и незаконном хранении оружия и взрывчатки. Его мама рассказала «Радио Свобода», что во время обыска им это просто подбросили. Но они были растеряны настолько, что до конца не понимали, что происходит, как и все первое время следствия. Тяжело было. Тяжело было настолько. Мы смотрим друг на друга за этой решеткой. Все прекрасно понимаем уже. У него глаза полные слезы, у меня. Я ему единственное. Илюш, подписывай. Он, мама, я же ни в чем не видала. Я говорю, я знаю. Я говорю, ты мне нужен. Просто подписывай. Вот так вот это происходило. Родители осужденных по делу сети объединились. Они пытаются добиться отмены приговора для своих детей. С просьбой проверить сообщение о пытках, обвиняемых, в Генеральную прокуратуру и Верховный суд обратился глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он потребовал раскрыть информацию о ходе следствия и либо, цитирую, «опровергнуть домыслы обвиняемых о применении физического насилия, либо признать применение пыток, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть приговоры». Субтитры создавал DimaTorzok